Арт-навигатор Меня зовут Аня Ельникова. Желаю всем отличного настроения. Это последняя версия «Мрачного будущего», в котором люди создали слишком умных машин, в итоге восставших против человеческой расы. Этот уникальный шутер совмещает в себе как западные, так и восточные принципы создания игр. События держатся на командных действиях отряда из четырех солдат. По ходу игры вам встретится семь героев. Для выполнения разных миссий вы можете прибегнуть к помощи всех или лишь некоторых членов команды. Они будут различаться характерами и боевой специализацией. На ваш выбор свирепая команда с прощей напролом, мастер обходных маневров, который всегда заходит с фланга, и снайпер, который отлично прикроет тыл. Также можно будет играть в кооперативе или в режиме мультиплеера. Самая главная отличительная черта игры от всех других шутеров — это потрясающая обратная связь от перестрелок. Вы мгновенно ощущаете результаты своих выстрелов. Тело роботов состоят из прочного скелета и менее жесткой обшивки. Каждый выстрел срывает с них пластины, обнажая стальные кости. Вид телесных увечий машин погрузит в экстаз любого поклонника боевиков-пророботов. Релиз игрушки запланирован на 28 февраля. В очередном голливудском забеге победила дружба. Тройка победителей пришла к финишу почти что плечом к плечу. Прямо сейчас обнародуем результаты. На очереди фильмы-лидеры кинопроката по Северной Америке. Третьим к финишу пришел «Призрачный гонщик» — дух мщения. Николас Кейдж в последнее время радует зрителей заводными экшенами, которые становятся очень успешными в бокс-офисе. Сборы оригинальной ленты, вышедшей в 2007 году, составили 130 миллионов долларов. Такой результат устроил продюсеров, которые решили раскошелиться и на продолжение, выделив 75 миллионов долларов на его создание. В сиквеле Николас Кейдж как никогда убедителен. Для полного эффекта мистичности ему пришлось носить парик, который кропотливо накладывался гримерами в течение трех часов. Более того, необходимой трансформации подвергся и голос актера. Он был обработан в студии такими звуками, как «Звериный бой», «Скрежа цепей» и «Треск пламени». Благодаря всему этому и, безусловно, дарованиям самого Кейджа, созданный им образ Блейза поистине устрашающий. Однако в сиквеле прослеживается недостаток, который был замечен еще в первой части – отсутствие целостности. Несмотря на захватывающий дух экшен, некоторые моменты в фильме просто поражают непродуманностью и вызывающей бессмысленностью. И все же, прибегая к абсурду, создатели понимали, что стоит гонщику взмахнуть своей волшебной полыхающей огнем цепью, и зритель, будто закатентизированный, забудет обо всех недочетах. В свой премьерный заезд пробег призрачного гонщика составил 22 миллиона долларов. Третье место. На второе место переехала романтическая сказка о любви Майкла Сакса «Клятва». Интересно, что в основе сюжета лента лежит реальная история любви жителей Нью-Мехико – супружеской пары Кима и Крикета Карпентеров, которая произошла в 90-х годах. Судьба их отношений настолько заинтересовала общественность, что супругу в свое время писали чуть ли не все газеты города. А вскоре Карпентеры сами издали книгу, где поделились своим богатым любовным опытом с разочаровавшимися в любви читателями. Тот факт, что в основе ленты лежит история любви настоящей пары, спасает фильм от напрашивающегося ярлыка типичной голливудской мелодрамы, поскольку в ней есть все элементы этого слезоточивого жанра – сказочная любовь, звезды многочисленных мыльных опер и неизменный хэппи-энд. Однако, как ни назови эту ленту, ее в любом случае интересно посмотреть, хотя бы потому, что она очень философски разбирает природу человеческих отношений, раскрывая темы верности, преданности и самопожертвования ради любимого человека. Безусловно, эту ленту лучше смотреть в сопровождении. Общая касса фильма уже приближается к 100 миллионной отметке, чему не могут нарадоваться создатели. Очередной кинороман со зрителем принес им 23 миллиона долларов. Второе место. На первое место пробился код доступа «Кейп Таун». Это типичный боевик с атипичными сюжетными уловками из семейства остросюжетных экшенов, где много стреляют, без конца бегают, прыгают, ищут предателей в рядах спецслужб и узнают о страшных тайнах, которые усиленно скрываются в самых верхах. Несмотря на то, что голливудские режиссеры уже давно научились снимать подобные фильмы по примерно одному и тому же сценарию, с применением одних и тех же трюков, в этой ленте все же можно найти пару отличий от всех остальных. Фильм в целом радует плотностью имеющегося в нем экшена. Несмотря на затянутое начало, впоследствии событие начинает разворачиваться с бешеной скоростью, тем самым напоминая аттракцион, в котором, медленно поднявшись наверх, начинаешь стремительно лететь вниз. Если и при этом лента кому-то покажется вторичной, ее все же стоит посмотреть, хотя бы из-за участия в ней неповторимого Дензеля Вашингтона. Игра актеров и невероятно правдоподобный экшен компенсируют все недостатки и однозначно порадуют зрителя. На второй неделе проката, взломав код доступа, зритель положил в сейф ленты 24 миллиона долларов. Первое место. Я хочу, чтобы ты меня вставил. Впервые на русском языке дневник, который вел англичанин Колин Кларк во время съемок фильма «Принц и танцовщица» с участием Мерлин Монро и Лоуренсом Оливье. Моя неделя с Мерлин. Британский писатель и режиссер Колин Кларк тогда, в 1956 году, 23-летний выпускник Оксфорда занимал скромную должность ассистента на площадке. Для Монро это был первый фильм «За пределами Голливуда» и еще одна попытка отойти от образа пустой блондинки. Съемки проходили вскоре после ее свадьбы с Артуром Миллером. Она волновалась, нервничала и постоянно опаздывала, из-за чего всегда пунктуальный Лоуренс Оливье просто выходил из себя и страшно злился. Обстановка была крайне напряженной. Колина Кларка в качестве ассистента, помощника и охранника приставили к Монро, чтобы сопровождать звезду в путешествии по Англии в отсутствии Артура Миллера. Эти интимные сокровенные записи молодого англичанина впервые вышли в книге «Моя неделя с Мерлин». Дневники Кларка легли в основу одноименного фильма, вышедшего в конце прошлого года. Актриса Мишель Уильямс, сыгравшая Мерлин, за эту роль получила номинацию на главную премию Академии «Оскар». Предлагаем познакомиться поближе с женщинами Цезаря. Именно так называется книга английской писательницы Колин Маккалу. Мужчин, прославивших Рим, знают все. Эти люди раздвигали границы государства, писали законы, которые используются и сейчас, создавали великие произведения искусства. О знатных римлянках известно немного. Кто же они были? Те, которых Цезарь использовал, чтобы подняться к вершинам власти. Дебютный роман Колина Маккалу «Тим» был опубликован в 1974 году. Уже через три года свет увидели знаменитые поющие в Терновнике. Книга стала международным бестселлером, была переведена более чем на 20 языков и принесла автору признание и славу. Неделю назад наш телезритель Ефим Трегер задал вам вопрос, какой советский писатель-фантаст был также известным шахматным композитором. Автором более 70 шахматных этюдов был писатель Александр Казанцев. Именно так быстрее всех ответил наш телезритель из Севастополя, Булат Тончеров. Булат прислал нам не только правильный ответ, но и интересное дополнение. Оказывается, Александр Казанцев также был разработчиком и активным участником первого боевого применения сухопутной телеуправляемой торпеды-танкетки в Крыму в 1942 году. Булат является военным историком-любителем и на эту тему даже написал и выпустил целую книгу под названием «Символ второй обороны». Поздравляем вас с заслуженной победой и переходим к новому интеллектуальному заданию. Внимание, категория «День президента». На этой неделе, 20 февраля, Америка отмечала «День президента». Соответственно, праздник пришел и на Пенсильвания-эвеню 16.00 в Вашингтоне. Именно там еще в 1800 году архитектором Джеймсом Хоббаном была построена официальная резиденция президента США. Белый дом представляет собой особняк в паладеанском стиле. В нем шесть этажей – два цокольных, два для общественных приемов и два для семьи президента. Посетители, приходящие в Белый дом на экскурсию, имеют возможность увидеть самые красивые и исторические помещения, включая восточную, зеленую, голубую и красную комнаты, а также столовую для официальных мероприятий. Эти помещения используются президентом и первой леди для приема гостей и руководителей из других стран. Оказывается, первоначальная резиденция именовалась президентским дворцом, а первое разговорное употребление термина «Белый дом» относится к 1811 году, став официальным лишь в 1901 году. Внимание, вопрос. По распоряжению какого президента его резиденция получила официальное название «Белый дом»? Варианты ответа. Уильяма Тафта, Вудро Вильсона, Уильяма Маккинли, Теодора Рузвельта. Как и всегда, присылайте свои варианты на наш электронный адрес artnavigator.itlife.com. В письме не забудьте указать ваше имя, контактную информацию и пару слов о себе. Имя победителя прозвучит в нашей следующей программе. Желаем вам удачи! Счастье — это не те дни, которые равномерно мерцали, а те, что взрывались в самый неподходящий момент. Следуйте своим импульсам и как можно чаще бросайте вызов надуманной морали. Непредсказуемых вам выходных и до встречи через неделю на канале RTVI. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова